Президент Франции обещает ускорить восстановление объектов в пострадавших городах. Их мэры требуют жестких мер по наведению порядка в стране. Евросоюз пытается управлять миграционными потоками еще на поступах к своим рубежам. Об этом свидетельствует соглашение со странами Африки. Тирак в Тель-Авиве движение «Хамас» называет ответом на израильскую операцию в Джейнине, которая во вторник официально завершилась. Иль-Ниню возвращается после семилетнего перерыва. Об этом официально объявила Всемирная Метеорологическая Организация. Украина said its troops have regained more ground along eastern and southern fronts in what the president, Владимир Зеленский, described as progress in a difficult week for Kyiv's counter-offensive against Russian forces. The UK Defense Ministry says in recent weeks, Russia has prioritized and refined tactics aimed at slowing Ukrainian armored counter-offensive operations in southern Ukraine. The core of this approach has been Russia's very heavy use of anti-tank mines. In some areas, the density of its minefields indicate that it has likely used many more mines that laid down in its military doctrine. Having slowed the Ukraine in advance, Russia has then attempted to strike Ukrainian armored vehicles with one-way attack on crewed aerial vehicles, attack helicopters and artillery. The UK Defense Ministry says although Russia has achieved some success with this approach at the early stages of the Ukrainian counter-offensive, its forces continue to suffer from key weaknesses, especially shortage of artillery munitions and overstretched units. Now, let's take a look at the situation on the ground. Sergei Cherivaty, who is the spokesperson for the eastern grouping of Ukrainian forces, he said that at the two major eastern battlefronts, Russia has deployed over 180,000 troops right here. He said on the direction of Liman and Kupinsk, there are more than 120,000 Russian troops concentrated at the moment. Now, the cities of Liman and Kupinsk are about 100 kilometers apart, north from Bakhmut on the eastern front. Cherivaty said that on the Bakhmut front at the moment, there are about 50,000 Russian troops deployed to this area. Пик беспорядков пройден. С таким посланием президент Франции обратился к 250 мэрам коммун, которые пострадали от погромов и поджогов, охвативших страну после убийства полицейским подростка. Эммануэль Макрон также объявил о разработке специального закона о чрезвычайном положении, чтобы ускорить восстановление поврежденных объектов и возмещение ущерба. Но мэры считают, что этого мало. Пикерпу, в неделю беспорядков, полиция провела почти 3,5 тысячи лет. 4 тысячи задержаний, сотни людей пострадали, 6 тысяч заявок на выплаты приняли страховые компании. Ущерб административным и общественным объектам исчисляется миллионами. Во Франции вспыхнули споры по поводу материальной поддержки семье полицейского, который убил подростка. Компанию по сбору средств на эту цель начал ультраправый активист Жан Мессиа. На то, чтобы помочь близким полицейского покрыть судебные сдержки, только за один день поступило более миллиона евро. Это почти в пять раз больше, чем было собрано для помощи матери 17-летнего юноши. Ноэль был застрелен в городе Нантер, когда отказался для проверки остановить машину. Убийство вызвало во Франции напряженности и беспорядки. В интервью Евроньюз Мессиа также подверг критике Эммануэля Макрона за увольнение полицейского. Эммануэля Мессиа. Эммануэля Мессиа. Мессиа сказал Евроньюз, что не будет собирать средства для родственников убитого подростка. Он считает, что ответственность за трагедию несет французское правосудие, поскольку Ноэль был известен властям, которые его неоднократно задерживали и освобождали. Ультраправый активист также обвинил семью юноши в том, что она не научила его подчиняться требованиям представителей власти. Сбор средств для семи полицейского вызвал во Франции как одобрение, так и осуждение. Премьер-министр Элизабет Борн усомнилась в законности такой инициативы и ее способности сбить накал напряженности. По данным на вторник, более 40 тысяч человек обязались отправить деньги семье полицейского. Ранее во французских городах прошли митинги солидарности с мэром одного из них, чей дом подвергся нападению во время беспорядков. Европейский Союз решил управлять миграционными потоками еще на дальних подступах к своим внешним рубежам. Об этом свидетельствует меморандум о взаимопонимании, который Еврокомиссия намерена в ближайшее время подписать с правительством Туниса. Он включает в себя финансовый пакет в размере 105 миллионов евро для пограничного контроля, поисково-спасательных операций, борьбы с контрабандой и возвращения мигрантов в страну происхождения или транзита. Этот вид сотрудничества не нов. Его одобрили лидеры ЕС, которые на последнем саммите в Брюсселе подчеркнули важность укрепления и развития подобных стратегических партнерств. Но кому и сколько Евросоюз платит за то, чтобы взять под контроль миграцию? Помимо 6 миллиардов евро, выделенных Турцией с 2016 года, чтобы она удерживала мигрантов у себя, 60 миллионов предназначены для западно-балканских стран, 120 миллионов для Египта и 152 миллиона для Марокко. Но щедрость ЕС распространяется не только на близлежащие страны. Нигерия, например, получила 28 миллионов в качестве поддержки миграционного регулирования, Магладеш – 55 миллионов и Пакистан – 59 миллионов на различные программы, включая реинтеграцию своих граждан, высланных из Европы. Серхио Каррера из Центра европейской политики считает, что трудно произвести учет всех этих денег. Есть крупно фрагментные и хиперкомплексы фондов, которые ЕС употребляют в практике для финансирования миграционного регулирования. Вы имеете в виду АМИФ, который является фондом Хома-Ферс, вы также имеете в виду районных фондов и фондов. Эта фотография является фундаментально невозможным для того, чтобы кто-то понимает, что ЕС фондом, и где-то, и, во-первых, и, во-вторых, и, во-вторых, что эти фонды имеют на правительство, правительство, правительство и демократии. Особенно большую тревогу вызывает у Евросоюза положение в Ливии, в которую он перевел с 2017 года 59 миллионов евро и доставил 9 судов для поисково-спасательных операций. ЕС обучил более 100 сотрудников ливийской береговой охраны, которую миссия ООН по установлению фактов обвиняет в нарушениях прав человека. За этим следит евродепутат из Нидерландов Тинники Стрик. Миссия ООН поисково-спасательных операций в рамках своего оперативного партнерства по борьбе с контрабандой Еврокомиссия выделила 40 миллионов евро на борьбу с преступными сетями в Северной Африке. Но им придется тщательно проверять, куда именно поступают такие деньги и требовать отчета у их получателей. По меньшей мере, 9 человек пострадали в результате теракта в Тель-Авиве. Молодой палестинец протаранил на автомобиле автобусную остановку, после чего вылез из машины и начал нападать на людей с ножом. Его застрелил один из прохожих, у которого было при себе оружие. Действия этого гражданина высоко оценили главы силовых ведомств Израиля. По их словам, быстрая реакция и решительные действия предотвратили более крупный теракт. В палестинском движении «Хамас» назвали нападение первым ответом на действия Израиля в Джейнини на западном берегу Иордана. Двое суток израильская армия вела там антитеррористическую операцию. По официальным данным, задержано около 300 подозреваемых, конфисковано большое количество оружия и взрывчатки, разрушены оружейные лаборатории. В ходе перестрелок погибли по меньшей мере 10 человек. Число пострадавших, по оценкам палестинских врачей, превышает 120. Палестинские власти назвали израильский рейд военным преступлением. Иль-Ниньо возвращается после 7-летнего перерыва и в этом году может стать особенно сильным. Всемирная метеорологическая организация официально объявила о возникновении этого природного явления в Тихом океане. По мнению ученых, Эль-Ниньо вызывает негативное влияние на погоду и климат в масштабах всей планеты. Эль-Ниньо считается крупнейшим природным климатическим явлением на планете. Это периодическое повышение температуры воды в южной части Тихого океана. По цепочке оно запускает целый ряд других явлений. Признаки этого феномена отмечали еще в конце 18-го века. Большое внимание он привлек в конце 90-х, когда его последствия оказались особенно сильными. Последний раз это явление фиксировали в 2014 году. Эль-Ниньо связывают с повышением температуры, засухами, аномально теплыми зимами и вспышками тропических заболеваний.